Возврат товара на практике. Сегодня замечательный отзыв одного из моих зрителей, который посмотрел мои видео и пошел делать это в реальности. Очень здорово, что вы кидаете такие комментарии и пишете, как вы мыслили в процессе возврата. Это позволяет мне понять, какие вы допускаете ошибки из-за меня. То есть, что я мало раскрываю, что редко говорю, что должен больше говорить, а на чем можно, так сказать, и не тратить время. Потому что я вот прочитал этот отзыв и сразу понял, какие темы я недостаточно раскрыл. Хотя я повторял их более 75 раз, но они до сих пор не у всех отложились в сознании. Базовые принципы. Давайте их укреплять. Читаем отзыв. Очень рад, что наткнулся на ваш канал. Двое суток смотрел вас. Двое суток. Сразу решил, что буду пробовать. Пока время есть. Круто. Это здорово. Отлично. В итоге по вашему шаблону составил, ну претензию, видимо, имеется в виду, и взял двух друзей. Взял двух друзей. То есть человек использует интересную процедуру, о которой я говорил в недавнем видео. О том, что можно занести претензию с двумя свидетелями. Ну, круто. Это даже если вы просто ее занесете, и вам распишутся наличие двух друзей, всегда будет в плюс. Любые люди, которые могут потом подтвердить, что вы что-то хотели, требовали, а вам отказали. Это кто это? Те, кто зафиксировали нарушение магазина. Их присутствие всегда в плюс. Супер. Пошел сразу. А пошел. Сразу пришла директор так, как возврат. Ну, вот понятно. Начали оформлять диагностику. Я говорю, у меня претензия уже готова. Диагностика только при мне. Супер. Претензия готова. Вы сразу позиционируете, как человек, который знает права. Принес претензию. То есть, в курсе, что Роспотребнадзор всем рекомендует писать претензии. И магазин такой сразу. Ага. Так, этот что-то шарит. Наверное, ему отдадим деньги. Уже так себе поставили заметочку в магазине. Дальше. Диагностика только при мне. Супер. Ну, вообще диагностика такого нет. Термина, да, в законе у нас есть проверка качества. Это вот проверка, что реально не работает. Или экспертиза. Экспертиза, это, соответственно, процедура, после которой устанавливаются причины. Вы виноваты или заводской брак. Только две процедуры есть. Проверка качества и экспертиза. И вы говорите, диагностика только при мне. Ну, подразумевая проверку, экспертизу. Абсолютно верно, потому что статья 18 разрешает проводить диагностику в вашем присутствии. Можно и без вашего присутствия, если вы согласитесь. Но в законе, как написано, потребитель имеет право присутствовать на проверке качества и на экспертизе. На диагностике. И вы этим правом воспользовались. И вы это сказали сотруднику магазина. Окей. А она говорит, что нам тоже нужно проверить, вдруг там водичка. Имеется в виду, тут непонятно, что там человек возвращал, наверное, телефон, раз водичка. И, соответственно, директор как бы сказал, что мы вам не вернем, хотим проверить, что это заводской брак, а не вы намочили телефон. Во-первых, водичка была аргументом лет 5-7 назад сторонников магазина, сотрудников, не директоров. Сейчас почти все телефоны делаются по всяким там протоколам, процедурам IP там 68, 69, короче, которые защищают от воды. И водоустойчивость телефонов это уже новый стандарт. Поэтому даже если там водичка, это все равно бы считаться заводским браком. Ну, если, конечно, у вас там не какой-то древний и телефон без водозащиты. А вы, пишет человек, я тоже говорю, вот именно, вдруг там водичка окажется после проверки. А как уделал, подумайте. То есть она говорит, мы проверим сначала, вдруг вы там намочили телефон, и там водичка окажется. А он ей отвечает, а вдруг водичка окажется после вашей проверки. Что, кстати, является ссылкой, ну, отсылкой к тому, что часто в сервисных центрах раньше был такой прием, что телефон кидали в воду, и потом говорили, что вот он намок, соответственно, это виноват потребитель. Это реальная ситуация, такое бывает. Как вам такой расклад дел? Человек два дня смотрел мои видео, и я прочитал вам половину отзыва. Он пришел с свидетелями. Ему говорят, вух, начало диагностика, потому что вдруг вы виноваты. Он говорит, нет, это после вашей диагностики вы можете виноваты. Как вам все это? Вот как? Тем, кто недавно смотрит моим зрителям, наверное, кажется, о, как интересно. А тем, кто смотрит давно, вас ничего не смущает? Конечно же, вас смущать должно то, что похоже. Этот человек мало посмотрел моих видео, потому что мы уже имеем, что буквально словесную дуэль, баталию, спор, аргумент, дискуссию. Что еще там? Ораторский конкурс. Пятый синоним я, кстати, назвал уже. А нам надо во всем этом участвовать? Нет, никогда. Да, запомните. Вы крепость. Если вы пришли в магазин и начали вести переговоры с кем-нибудь, с директором, сотрудником, то вы уже наполовину взятая крепость. Они находятся в положении, что им десятки людей так приходят. У них есть наработки по тому, как в разные уловки заманивать в ловушки вас. Поэтому не ведите с ними переговоры. Законодатель определил одну форму взаимодействия с магазинами потребителей. Написать претензии уйти. Что вы начали делать? Начали вести с ними беседы. Начали вступать в диалоги. Возражать, отвечать. Этого ничего делать не надо было. Если, конечно, это не приносит вам удовольствия. То есть, если вам это нравится, ну окей. Но по факту так делать не стоит. Короче, пишет человек. Минус в том, что диагностический центр за 400 километров. И вы этим совершенно не удивляете ни нас, ни зрителей. Потому что у нас целая куча видео, которые называются, что делать, если сервисный центр за 1000 километров. Если, например, магазин это бытовая сеть бытовой техники. И магазин находится на Владивостоке. А сервисный центр в Москве. Вы же не поедете через всю Россию туда. Ну и вот тут за 400 километров. Она чуть не уговорила на диагностику. Кто каким-то образом убедил себя забрать товар и оставить претензию. Вот эта фраза, она показывает всю суть того, что вы все-таки не зря смотрели мои видео. Несмотря на то, что вашу крепость пытались атаковать. И вы уже почти сдались и повелись на провокацию, обман, введение, в заблуждение. Каким-то образом вы себя уговорили забрать товар и оставить претензию. А это единственное, что вы должны были сделать. Забрать товар и оставить претензию. Но боюсь, что я не устоял свою репутацию, что я такой уверенный юрист. Ну, немножко неграмотно написано, но логика ясна. То есть вы переживаете, что все-таки не показали себя как грамотного юриста. А вам и не надо показывать себя в магазине как грамотного юриста. Вам нужно показывать себя как грамотного потребителя. Понимаете, закон о защите прав потребителей был введен не случайно. Он был введен как раз для того, чтобы простые люди прочитали и более-менее понятные вещи научились применять в жизни. Без юристов, без адвокатов, без суда, без юридического понимания процесса. Он реально простой. Ну, почитайте гражданский процессуальный кодекс. Там страницами бесконечные сложные замудренные тексты. Ну, а теперь откройте закон о защите прав потребителей. Потребитель имеет право по своему выбору ремонт, замену, возврат денег. Ну, просто все написано. Не нужно показывать, что вы юрист уверенный. Тем более перед директором. Она сказала, что вам все равно наши юристы напишут без диагностики, ничего не решим. Вот именно. Вот это в одном из видео я рассказывал как одну из популярных уловок. Когда вы приходите в магазин и вам там говорят, пишите претензии сколько хотите, наши юристы все равно вам откажут. Я же многократно про это говорил. Это типичная уловка, когда вам сотрудники говорят, пишите все, что хотите, все равно вам откажут. Только на практике, если претензии заставлены грамотно, вам не отказывают, а через 2-3 дня возвращают деньги. Потому что то, что сказала вам директор и то, что будет в реальности, это не одно и то же. Потому что вы пришли, грубо говоря, вот как страна одна воюет с другой. И вы с ней воюете, и вы пришли, и она вам говорит, как вам правильно с ней воевать. Это же бред. Как? Зачем слушать сторону, с которой вы в конфронтации? Зачем слушать, как вам правильно поступать? Понятно, что она пытается вас дезинформировать. Без диагностики ничего не решим. Ладно, я оставил претензию, видимо, имеется в виду. Они посчитали, подписали. Посчитали, что посчитали, непонятно. Ну ладно, что они могли посчитать? Что они могли посчитать? Подписали, ничего не сказали. Реально, что они могли посчитать? Ну, в смысле, что можно было посчитать в претензии? Ну, калькуляцию расходов, например. Ну, они посчитали и что? Сказали, мы согласны, мы не согласны. Без разницы, что они там скажут. Вас это не касается. Ваша задача предъявить требования, претензии. Это бумажное воплощение требования. Ладно, что-то они посчитали. Что вы там посчитали, а? Подписали. Ничего не сказали? Ничего не сказали. Хотя я забыл поставить в конце свою подпись и дату. Подпись и дату не поставили. Но это не так важно. Важно, что вы предъявили требования и дата вы вроде нигде не упоминали. Короче, опять как будто в дураках оставил. Понял. Смотрите, значит, по поводу даты. Ну, у вас на претензии дата должна быть обязательно. Я об этом говорил много раз. Дата – это момент, с которого пройдет 10 дней и дальше будет считаться неустойкой в размере 1% стоимости товара, пока она не ставит 100%. Мы это проходили уже очень много десятков раз. Но по поводу подписи это не важно. По сути претензия лишь должна идентифицировать, что вот вы, потребитель, в реальный магазин принесли. А вот по поводу даты, ну, непонятно, где вы ее не поставили. Если вы поставили дату на той образцены, на которой вам расписались, этого достаточно. Плюс, если вы реально в этот день были, да, то, ну, в теории не критично, если вы пропустили, потому что, ну, суд просто, если что, спросит, были такого числа, заносили вам претензии? Магазин скажет «да» или скажет «нет». Но если он скажет «нет», а вы реально заносили, то это будет обман суда. А обман суда – это очень жесткая процедура, которая уже граничит с уголовным кодексом. И магазины на это не пойдут, просто не пойдут, потому что никто не собирается из-за ваших товаров и денег к уголовному кодексу прибегать. Поэтому, как правило, магазины скажут «да, все были» и так далее. Поэтому не так уж критично. Директор как будто в дураках оставила. Вот именно поэтому многие люди до сих пор не идут и не приносят претензии. Они боятся, что сядут в калошу. У меня сегодня на канале вышло видео, которое называется «Мифы о возврате товаров по гарантии». И там, соответственно, миф номер два. Значит так. «Я сяду в лужу, а меня обсмеют». Или, как вы написали, «ставят в дураках». Обратите внимание. Вот. А почему вас ставят в дураках? Потому что вы вступили в беседу. Теперь представьте такой сценарий. Вы приходите с двумя понятыми, ой, свидетелями, друзьями, и оставляете претензии. Говорите «я хочу вернуть товар». Вам говорят «ну, у нас только диагностика». Вы говорите «подпишите претензию и, пожалуйста». Пойдет неустойка, а вы там хоть какую диагностику придумываете. Магазин говорит «ну, мы-то подпишем, но учтите, что вы, возможно, сами намочили телефон, и вы виноваты в этом». А вы говорите «ну, вы подпишите претензию и потом, как хотите, отвечайте». Магазин говорит «так претензию-то мы подпишем. Вы просто поймите, что все равно нужна диагностика, а она за 400 километров. То есть мы в любом случае будем ее проводить без вашего участия. Тут ничего не поделать». На что вы отвечаете? А вот вы претензию подпишите, пожалуйста, и дальше отвечаете все, что хотите. И вы на любой аргумент магазина повторяете тупо одну фразу. В былые времена нас даже учили повторять фразу «я настаиваю на возврате денежных средств». И я даже примеры рассказывал в предыдущих видео, когда вы 5-7 раз повторяете одну и ту же фразу «я настаиваю на возврате денежных средств». «Я настаиваю на возврате денежных средств». И вам отказывают 5-7 раз один и тот же человек. То есть вы как будто, знаете, как с деревом общаетесь. И на седьмой раз вы повторяете «я настаиваю на возврате денежных средств». И вам говорят «хорошо, верну». Ну, вот так это работает. Поэтому, когда вам без конца вводят доводы, пытаются затянуть в эту сеть, в эту паутину уловок о том, что у вас ничего не получится, вы должны их игнорировать, оставить претензию и уйти. Все. Это еще не все. Потом вам, скорее всего, еще позвонит специалист, как мне тут рассказали, из какой-нибудь крупного сетевого магазина этого. И начнет по телефону объяснять, почему ваша претензия не сработает, почему порядок другой, почему 5-10, 3-5. И попытается вас уговорить на то, чтобы вы все-таки принесли товар, ремонт, обмен, ля-ля-ля-ля-ля. И если вдруг вы будете без конца отказываться, то вам что? Вернуть деньги. Представляете? Вот так у них написано в инструкциях. Если человек отказывается и упирается, то ему надо деньги вернуть. А если он продолжает идти на поводу, то тогда опускать его по вот этой бесконечной схеме отфутболивания из одного места в другое. Вот. И благополучно ушли. Надеюсь, есть инструкции, что с судом делать. Пока еще не натыкался на такие видео. Ну, во-первых, не надо думать даже о суде. Ваша задача в своей миропонимании возврата денег за товар, учитывать только, что претензию надо писать, что ее, возможно, будет читать суд. Только вот вы читаете. Что как будто ее будет читать, писать. Вы ее пишете так, как будто ее будет читать не директор магазина, а суд. Поэтому вы не пишете там какие-то оскорбления или красивые фразы поэтически-эпично-эпические. Эпитет, эпитетно-эпические, поэтично-эпические эпитеты. О, да, вот такие не пишете. А, соответственно, пишете ее сухим, строгим текстом, как будто читает суд. Это единственное, где вы должны учитывать вот это вот понимание, что возможно будет суд. Во всем остальном даже не рассматривайте вы этот суд, потому что в реальности никто на него не ходит. 90%, 85%, 84% дел в среднем по регионам выигрываются. Поэтому магазины это знают и не ходят в суд. Возвращают деньги, просто возвращают тем, кого не удалось отфутболить. Поэтому инструкция, что делать с судом, вам не понадобится. Вы написали претензию, если она более-менее грамотная, вы ждете 10 дней. Потом напоминайте магазину про неустойку, что она уже набирается, и даете шанс вернуть вам деньги последний раз. Но уже потом, если что, идете в суд. Но не стоит на это рассчитывать. Все. Вот такой интересный отзыв. Вот так интересный человек воспользовался моими советами. Спасибо. Я делал для себя какие-то выводы. Я, несмотря на то, что вам десятки раз повторял, что в магазине не надо вести никакие беседы. Нужно оставить претензию. Люди все равно продолжают это делать. Почему? Потому что, ну как не возразить-то? Вот вы же знаете, что вы правы, что диагностика только при вашем присутствии возможна. А почему говорят, что будет в другом городе? Я вот смогу возразить, я знаю, что только при мне, может быть. И пошло-поехало. И вот так вас затягивают. Хочется, да, возразить, но надо себя от этого сдержать. Нужно принципиально ничего не говорить магазину. Оставить претензию. С каждым словом вы все больше для магазина становитесь потребителем, который, как они видят, возможно, не очень ориентируется. И значит, что? Значит, его проще будет обмануть. А если вы просто молча принесли? Представьте себе, что возвращаете не вы, а ваш адвокат. Вот как будет возвращать ваш адвокат или юрист в магазин претензию или товар? Как он это будет делать? Ну вот он придет, отдаст претензию и уйдет. А если юристу скажут, так вы же не можете вернуть, нужна диагностика? Он скажет, мне мой клиент заплатил, чтобы я претензию занес. Не надо мне тут вообще никакие доводы. Ни про диагностику, ни про воду, ни про технически сложный товар. Мне ничего это не надо. Мне деньги заплатили, чтобы я вам претензию занес. Вот вам нужно быть таким вот как бы юристом, представителем себя. Принести претензию, как будто вам заплатили, чтобы вы занесли претензию. Вам никакие беседовости не надо. Если вам интересно было это видео, то тогда можно поддержать меня номером карты в описании. Сейчас я покажу, где он находится. А? Как будто вы этого не знали. А также благодарю всех за внимание. Лайк, репост, подписка, комментарий, все, что-нибудь. Нажимайте все подряд на моем канале, тыкайте сюда, туда, пока где-нибудь что-нибудь не подпишите. На канал лайк не поставите, там куда-нибудь что-нибудь жмите. И смотрите любые видео на моем канале по теме возврата товара по гарантии. Прям вот в любом порядке. Потому что везде я повторю одно и то же, и вы со временем поймете, как вообще все устроено. Все, увидимся в следующих видео.